Всем большой привет! С вами Елена. В этом видео я предлагаю полюбоваться живописными австрийскими ландшафтами. Альпы протянулись по стране более чем на 500 километров. Граница между Германией и Австрией протянулась на 784 километра к северо-западу от Австрии и юго-востоку от Германии. Австрия всегда была прославленным мировым музыкальным центром, а ее столица Вена имеет статус музыкальной столицы мира. Путешествие будет у нас под звуки Штрауса. Знаменитый король вальса Иоганн Штраус младший написал за свою жизнь 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, больше 30 мазурок, 43 марша. А также 15 оперет, среди них и Летучая мышь. Мне очень нравился цветной музыкальный художественный двухсерийный фильм Летучая мышь, где в главной роли Юрий Соломин, Людмила Максакова, Лариса Удовиченко и другие. И вот на таких вот воспоминаниях я купила билет в оперету. И я перепутала театр и приехала в оперу, где музейный остров. И совсем забыла, что в Берлине всего по два. Два зоопарка, два театра. В принципе, я просто на автомате туда, если честно, приехала. Я знала, что в дочь опер будет. Ну, я как-то, если хожу, тут больше в этот театр. И как-то вот такое у меня началось начало. Но я успела в дочь опер. Правда, уже началась овертюра. Но русскоязычная дама была, которая впускала. Она меня впустила. Я села, началось представление. И я была в каком-то таком недоумении. Потому что это было в декабре, под Новый год. Как-то хочется вот такого вот. Что-то такого новогоднего, веселого. А здесь, в этой летучей мыши оперете, была русская постановка. Я, честно сказать, не заглянула в программку. Это, конечно, моя вина. И там была замешана политика. Все, вот этот вот бал, маскарад, вот этот мюзикл, он весь происходил как бы в бункере. Сами знаете, у кого. Какой-то там и бомжи, и вот разврат, и оргии какие-то. Какой-то такое недоумение, зал хлопает. Да, они там что хотели, они передали. Но я хотела классику. Я в таком недоумении. Ну, окей. Все закончилось. Я получаю пальто в гардеробе. И мне подает эта женщина, которая меня пустила на вот эту овертюру. И она спрашивает, ну как? Я говорю, неожиданно, неожиданно. Ну, действительно, не знаю. Я как-то предпочитаю больше классику. Если что-то новое, вот старый на новый лад, смешанной политикой, это не мое. Саперет и летучая мышь у меня теперь вот такие вот воспоминания. А я продолжаю дальше. Очень многие граждане закупаются, например, немцы в Австрии, австрийцы в Германии, кто живет в приграничной зоне. Но во время пандемии граница Австрии была закрыта. И за нарушение правила пересечения мог быть выписан штраф в размере до 2000 евро. Теперь границы снова открыты. И сделать закупки в приграничных регионах страны соседки снова стало возможным. И, по сути, как таковой границы-то и нет. Это как бы вы переезжаете снова из одной области в другую. Если я точно помню, по-моему, на 32-й минуте в конце видео мы пересечем границу. Я вам покажу этот знак, шильд, знак, что там нет никаких вот постов с пограничниками, с таможниками. Просто стоит знак, что вы пересекли границу. И еще вам напомнят в телефоне, что вы пересекли границу, и у вас теперь другой вот тариф. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!